Приготовьтесь, сейчас вылетит птичка. Такой фразы мы не слышим уже ни один десяток лет. Сегодня, 19 августа, празднуется Всемирный день фотографии. Фотографы — это те, кто запечатляют самые важные моменты в вашей жизни. Те, кто хранит сотни тысяч снимков не просто как архив, а как самые ценные экспонаты своей коллекции. Рафхат Халилов, как никто другой, причастен к этому дню. 43 года своей жизни он посвятил фотографии. По его словам, чтобы начать фотографировать, мало приобрести фотоаппарат. Необходимо знать все тонкости для получения превосходных снимков. Ракурс, диафрагма, выдержка — все это когда-то он сам учил и даже конспектировал. На этом Семена 8 я снимал в школе все мероприятия. Одноклассник, сельчайный. Вот одно мне интересно было. С этим фотоаппаратом я первый раз научился снимать. Еще четвертый класс не закончил. Я помню, надо документы снимать. На трактор, на водительское право. И вот весь поселок начал с этим снимать. Самые заветные снимки в коллекции Рафхата Халилова — это те, на которых изображены писатели, поэты, актеры и другие знаменитые деятели культуры. Но есть и те кадры, которые стали случайными. Но история их создания запомнилась на всю жизнь. Одна из таких историй создания фотографии под названием «Давай погреемся». На ней изображен пес и кот. Как-то зимой в их окно поскреблась соседская собака, которую те оставили, когда переезжали. И кот, который постоянно ел из ее миски, радостно выскочил на улицу и стал тереться о собаку. Тогда Рафхат Халилов хотел сделать несколько снимков их встречи. Но на пленке оставался всего один последний кадр, который до сих пор украшает коллекцию фотографа. «Мне все дорогие. Я всем горжусь. Все каждым кадром. Вот у нас основной фотографии есть такой последний кадр. Он всегда вот удачный. Мои дети все фотографируют. Иногда меня учат. Папа-то и так неправильно фотографируешь. Надо вот так. Времена в одном месте не стоит. Колесо крутится, ты должен крутиться». Еще одной историей, которую до сих пор помнит фотограф из раннего детства, тогда ему было 6 лет, он украдкой взял фотоаппарат старшего брата и потратил пленку на съемку кур и барана в сарае. Конечно, брат рассердился на него за тот поступок, но потом они вместе проявляли пленку и изображение. Из всей потраченной пленки наснимать юному фотографу удалось всего пару удачных кадров.